Нас привезли в ресторан. Потому что за женщиной будет вино, другие водку заказать или кто-то хочет пиво. Потому что здесь полная свобода. По вкусу нет. И вот мы пиво, водку. А, да, да. Водка, вы хотите чистую белую или может быть такая? Зеленую. Или польская? Спатьяно, что-то жумру. Бутылок. В бутылках вы считаете? Так, ну что у нас тут? Блин, у меня кончается пленка. Да. 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 Моя прясть. Моя прясть. Моя прясть. Свежий. Моя прясть. Я уже напитки заказал. И потом набудут напитки. Чтобы потом было строй. Да. Чищеный. Сплава. Да. Чищеный. Сводите все. Можете у нас нападить. Да, да, да. Я имею в виду. Да. Амара-кальмара-клинирки. Гав, гав. 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 Вы знаете, здесь местные едят бега на еду целиком. Прямо в этом зубах. Начинают, так, глазу. Гав. С головой начинают. Да, да. Не на стояне. Нахожусь в отеле, сейчас мы уже уезжаем. В принципе, ничего особенно интересного здесь нет. Вот это одно из фойе. Вот я хотел обратить внимание, вот на что. Вот какая интересная штука. Вот это такой столик. И в столике вот такая штука сделана. Необычная такая идея. И даже можно как-то использовать нынно. Как будто бы... Такой стол-аквариум. Ну и другие аквариумы есть, но этот самый интересный. Так, самого себе не снять немножко. Вот мы прибыли с утра на Филипс. Построили полякам 10 лет назад завод, преобразовав в старый. Все довольны, все счастливы. Зарплата высокая. Вот наш автобус, на котором мы тут рассекаем польские земли. Нет, пойдем экскурсантничать. Вот камень закладочный. Так называлось раньше. Полом пила. А теперь вот 91-го года Филипс Лайтинг. На территории внутри завода. Чистота. Порядок. Вот. Работает всего почти 4 тысячи человек. Чуть даже меньше. Обслуживают уже и всю Россию, и всю Восточную Европу. И производят такое баснословное количество самых разных ламп. И видов, и, так скажем, и по количеству. Просто удивительно, как можно все так организовать. Лампочки и тысяча двести разных цветов. Через год у нас около 4,5 тысячи просто гостей, которые приезжают. Прежде всего, это люди из Центра, Центральной и Восточной Европы. Во время этой экскурсии я покажу вам, какие возможности у нас находятся в подключении разных лампочек и светильников. Но мы начинаем... Это просто зависит от меня. Я бы не знал. Не могу. Все зависит. Просто какой же светильник я буду включать. Какие лампочки. Просто зависит все от того, что я хотела бы делать. Потому что если хотела бы только работать, тогда нужен нам такой же свет. И посмотрите, это светильник тоже, где мы включили лампочки, это L5. Но кроме того, у нас возможности, чтобы освещить, например, стен. Потому что, например, вы хотели бы пригласить ваших, например, покупателей и показать, какие прекрасные бюро у вас. Тогда нужно показать. И нам очень приятный свет нам нужен. Посмотрите, это галоген. Но кроме этих галогенов у нас возможности, чтобы включать тоже руминестентные лампочки. и это такой же система о названии спортсельника. Я не знаю, или вы продаете это. Это так вы знаете, что что-нибудь. Нет, она у шерезного. Рассказывайте. На все интересно. Тогда. Но если, например, мы хотели бы кого-то пригласить, чтобы поговорить на серьезное тему, например... А, это башня? Да. Железо? Нет. Пластик? Нет. Дерево. Дерево. Но подсветка свое делает, да? Она очень знаменитая, потому что это глиница, там, когда начинается вторая мировая война, германцы сделали такую террористическую акцию, потому что они сказали, как бы то поляки на их солдатах решили. А это было так сделано, что это было через их людей, чтобы просто, ну, знаете... Провокация. Да, провокация, так точно, товарищ лейтенант. Откуда вы знаете? Капитан, извините, майор. Хорошо. Спасибо большое для встречи. Вам спасибо. 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 У нас в Москве похожий светоцент, но намного меньше, но после кризиса... Да, но здесь была еще по-другому сделана, потому что здесь этот центр стоял на земле, но небольшие, потому что когда сделаны конструкцию центра большого бойцовения, мы получили бездармо, одни только заплатили за транспорт, за привезение... Братик интересный. Мы идем по офисным помещениям Филипска. Вот пакет Иоанна. Добрый день. Ой, ты посмотри, что там творится. Это Иоанна. Ну, что там творится? Да, конечно, естественно. Ну, все, они нашли друг друга. Стоим на рабочем месте. Наши заказы... Большой текст, который я шлют, Своя большая, я беру... Стоим на рабочем контейнере. У нас нет таких историй. А заканец нет? То есть, парень, спихожий, они куда-то складываются, да? А кто-то написал? Канат, котен, работай активно. Стоим... Продолжение следует...